Здравствуйте, меня зовут Оля, я Сакраменто, и у меня просто, когда девушка рассказывала про молитву, и как ее оно очень ободрило, и у меня тоже история, как мне помогла молитва в друзей, в церкви. И у меня недавно, пять месяцев назад, в моей семье, у меня ушла вечность, моя сестра, самая старшая. Она была у меня как подругой лучшей, и это была очень сильная потеря. И я недавно крещение приняла только в июне шестого, и это случилось в июне двадцать восьмого. И прежде чем, как я приняла крещение, всегда думала, как человек, христианин, может такое принять? Как он может быть сильным? Как это получается у него? Как это можно? Я знаю, что Бог помогает, что молитвы помогают, но как человек все равно радостный после этого? Как? И после того, как у меня это случилось, конечно, тоже было горе, все равно есть горе до этого часа, что, да, моя сестра в вечности, я ее не увижу, ну, и у меня всегда была потеря, да. Ну, после пару недель, пару дней я там сижу, а у меня нет горя. И я думаю, как это может быть? Я тут потеря такая большая, сестры больше нет, а я не плачу. У меня нет горя в сердце, а у меня радость, что она с Богом. А это были молитвы. Молитвы моих друзей, молитвы церкви. И я всегда сидела и думала, что всегда, даже до того, как я пришла к Господу, что как человек после такой потери должен жить? Не то, что должен жить, но все равно Богу служить. Что, как он это продолжает, сильный. Я смотрю на людей из моей церкви и смотрела на них и думала, что как человек так может это делать? Что такая потеря, такое горе, а он сидит там просто по-нормальному утвинить, что не случилось. А это правда, что молитвы помогают. И если кому-то надо помолиться, кому-то помощь нужна, не бойтесь обращаться. Потому что Бог все слышит. Каждая молитва за каждого из вас, Бог его все слышит. И даже когда горе такое сильное, эти молитвы ободряют. И, конечно, да, как я говорила, все равно больно в сердце, все равно больно. Но не так уж и больно, потому что вы смотрите на людей в мире, и у них эти депрессия, все эти разные виды of grief. Different forms of grief. And they're not the right forms. And looking at myself, I see a whole different side that I never thought I would see. Like, thank God and thank my family. And thank you to all my friends and family. I count each and every one of you as my friend, even though I don't know you. Спасибо вам за все, что вы приехали. И хочу благодарить церковь опять, все, которые тут находятся, с молодежью, с моей церкви, за то, что помогли мне, помогли семье. Конечно, да, будет трудно. Только пять месяцев прошло. Ну, с Богом хочу вам сказать, что все возможно, все можно. Даже из такой дыры вылезти. И просто благодарность всем, кто молился, кто не знал, кто узнал, потом молился. Я благодарю всех, потому что я думала, что я just got baptized. Несколько-то, не gesehen, не знаю, неу-кристиан, не знаю, не знаю, не фейт. Я thought I was going to leave church, that something like that would happen. But thank God that none of that happened because of prayers. I stayed in church. I'm still going. I'm trying my best to grow spiritually. And thank God for all the prayers. Amen. Amen.